Слава Богу, на самом деле Господь преображает нас в образ Христа, как это важно, дорогая церковь, как это важно. Вы знаете, я сегодня сидел и думал о том, как наша человеческая жизнь достаточно неоднозначная штука. Даже наша жизнь христиан, мы знаем Бога, мы знаем, что вы должны чтить, бояться, иногда делаем вещи, которые мы не должны делать. Но при этом Бог нас любит и принимает нас, и дает нам второй, третий, десятый, пятнадцатый шанс. Сегодня я хотел бы поговорить о Соломоне. Когда мы смотрим на жизнь Соломона, тоже видим достаточно много чего неоднозначного, не так ли? И для нас, и для меня лично, это пример или посыл Господень, который дает нам надежду, что Господь готов работать с людьми несовершенными, неоднозначными. Он их любит, дает много шансов, и даже в своем самом потерянном состоянии, заблудшем состоянии у человека есть достаточно воли, чтобы вернуться и обратиться к Господу Богу. Я прочитаю буквально три стиха, это третья книга царств, третья глава. Это молитва, молитва Соломона. Мы ее очень хорошо знаем, он обращается к Господу Богу. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему. Аминь. Мы с вами знаем, что Соломон был сыном Давида, а у Давида были особые отношения с Господом Богом. Вместе с Господом Давид радовался и плакал. Он желал быть с Господом Богом. Необычайная близость была у Давида к Богу. У Бога он искал защиты. В Боге он находил успокоение в его доме, он хотел пребывать, он не хотел быть в шатрах, в домах разврата и местах нечестия. Вы знаете, в этом уникальность нашего Господа Бога, что он работает с простыми людьми, с простыми людьми. И пример, вот в библейских героях показывает, что Господь работает, желает иметь общение с нами, даже когда мы впутываемся в огромные проблемы. Соломон был таким человеком, таким, какими мы с вами. Простым человеком. Простым человеком. У него были падения, были и взлеты, и Соломон имеет прямое отношение к падениям своего отца Давида. И вот почему. Соломон был кем? Сыном кого? В Версавии. В Версавии мы очень хорошо помним эту историю, как Давид обманным образом себе взял в жены Версавию. Он так хотел завладеть этой женщиной, что послал на смерть ее мужа, при живом муже Давид, хотел быть с этой женщиной. Послал Урия в самый опасный участок сражения, чтобы наверняка тот был убит, так и случилось. Мы знаем об этом. Прошло время. И у них родился ребенок. Однако Бог решил показать Давиду, что так делать нельзя. Так делать нельзя. Нельзя просто по своему желанию делать то, чего Бог не велел делать. Желать жену ближнего было запрещено заповедями. Поэтому, кем бы ни был Давид, царем, священником, пастором, пророком, кем бы ни был, или простым человеком, закон обязателен был для всех. Первый ребенок Давида в Версавии сильно заболел. Давид опечалился до смерти, он молился, он взывал к Богу, но ребенок умер. Бог наказал Давида за грех. Но вскоре у Давида в Версавии рождается еще один ребенок, второй ребенок, Соломон. Если вы помните, в советское время у нас часто было много людей еврейской национальности. Много евреев жило в Молдавии, в других странах бывшего Советского Союза. Я помню, еще маленьким ребенком мне часто встречалось имя сотрудника моей мамы на работе, к ней часто приходил, его звали Шлома. Шлома. Это Соломон. Имя Шлома означает Соломон, и в корне его есть слово мир. Шалом. Это дитя назвали так, потому что надеялись на мир, на ассоциацию его жизни с миром и благоденствием. Мы знаем из Библии, что правление Соломона было золотым веком у Израиля. Его отец Давид вел войны. После Соломона было большое падение, разделение царства. Но вот воцарение Соломона, его царство, оно было мирным. Да, оно не было спокойным. Воцарение Соломона, оно не было спокойным. Он не был единственным сыном Давида. У Давида был еще один сын, которого звали Адония. Он восстал против своего отца, завел в себе войско, провозгласил себя царем, пошел даже на бой. Но у Бога, несмотря на все это, у Бога были особые планы для Соломона. Бог не хотел видеть царем Адонию. Он хотел, чтобы Соломон был царем. И поэтому никто не мог помешать Божьим планам. А вот Адонию ждал довольно печальный конец. В конце своей жизни Давид завещал Соломону быть верным Господу. Хранить завет его, ходить путями его, соблюдать уставы и заповеди его. И в этом Давид видел успех правления и жизни Соломона. Успех его отношений с Богом. Именно он это и завещал своему сыну. В это воскресенье мы будем праздновать, или, по крайней мере, вспоминать День Отца, Father's Day. В Америке мы любим вспоминать наших мам, наших отцов. И довольно часто наши отцы, отцы христиане, и мы, в свою очередь, те, кому Бог дал это, огромное счастье быть отцами. Мы говорим нашим детям. Мы берем пример с библейских героев и говорим нашим детям. Говорим, что что будь оно ни было в жизни у тебя, будь верен Богу. В богатстве ты, в бедности, в болезни или нет. Живешь ты в Советском Союзе бывшем или в Америке. Будь верен Богу. Держись его и соблюдай его заповеди. Мы знаем, что согласно этому, согласно этим советам, есть успех у жизни человека, в жизни человека. Не в приобретении материальных средств, не в поиске комфорта, удобства жизни, нет. Но в том, чтобы чтить и бояться, бояться Господа Бога. Fear of the Lord. Страх Господень, как он важен. Если человек ходит по Божьему пути и, к примеру, богат, Бог поможет ему распорядиться мудрой его богатством. Если человек боится Господа, чтит Бога и он беден, то Бог никогда, никогда не оставит его без куска хлеба. Но если у богатого и у бедного человека нет отношений с Богом, то и того и другого ждет, к сожалению, печальный конец. В нашем городе в последнее время, и не только в нашем, рядом в соседнем Портленде, мы часто видим людей без определенного места жительства. Homeless, бездомных очень много. Вы знаете, их самая большая проблема – это не бедность. Да, мы их не ненавидим, мы принимаем их, мы молимся о них, мы не обходим их за километр, нет. Но мы понимаем, что их проблема – не бедность. Суть и корень проблемы в том, что они потеряли вожье управление своей жизнью. Другие люди могут легко управлять ими. За бутылку спиртного напитка, за дозу наркотического вещества они готовы абсолютно отдать все и даже продаться в рабство. Вот к чему приводит жизнь в богатстве, бедности и безбога. В Боге мы находим мудрость. Когда мы вспоминаем Соломона, мы вспоминаем мудрого человека, мудрого царя. Но при этом, смотря на жизнь Соломона, мы понимаем всю неоднозначность его жизни. Он олицетворяет собой загадочность и сложность, которые представляют собой характер абсолютно каждого человека. Смотря на Соломона и на его поступки, мы часто можем видеть из себя. Мы прочитали в тексте, и в этой главе особенно говорится, что Соломон любил Господа и ходил по уставу своего отца Давида. Он помнил, что ему Давид завещал его отец, но при этом говорится о том, что в нем сохранялась привязанность к языческим вещам. Две, казалось бы, несопоставимые вещи каким-то образом уживались в Соломоне. Он приносил жертвы и курения на высотах, на высоких местах, там, где, казалось бы, нужно быть ближе к Господу Богу. В то время храм еще не был построен, и, может быть, из-за того, что у народа не было единого центрального места поклонения, люди ходили на поклонение в различные места. Как понимать подобные поступки Соломона? Сложно понять его еще один поступок, его брак с дочерью египетского фараона. С одной стороны, мы можем сказать, но он хотел укрепить свой авторитет на международной арене, заключить союз с сильным правителем, египетским правителем фараоном. Но, с другой стороны, мы не можем не знать того, что Бог сказал Израилю. Потому что с Египтом связаны очень печальные воспоминания. Рабство, еврейский народ долгое время был египтян, и поэтому Господь предостерегал всех правителей израильских против заключения союза с Египтом. Он оставил строгое предостережение для всех царей в Израиле. 17 глава книги «Вторезаконие» об этом четко говорит. Вы знаете, если мы откроем эту главу, мы прочитаем несколько вещей, которые очень просты для понимания. Господь Бог сказал, царь не должен иметь отношений с Египтом, раз. Он не должен себе брать множество жен, два. И он также не должен стремиться к чрезмерному богатству, чтобы его сердце не удалилось от Господа Бога. Все эти три предостережения в той или иной мере были проблемными в жизни Соломона. Взяв дочь фараона себе в жены, Соломон породнился с египетским фараоном. Он забыл, как он мог, но он забыл эту печальную историю, связанную с рабством Израиля, с их стонами. Он забыл, что Бог Яхвы когда-то своей крепкой рукой вывел народ из Египта, чтобы израильский народ стал его собственностью, его уделом. Соломон должен был заключать союз только с Господом Богом, ни с Египтом, ни с амманитянами и другими народами. Он должен был уповать на Господа Бога. Дальше мы читаем о том, что Соломон взял себе множество жен, иностранных жен, кроме дочери фараоновой. И проблема здесь была в том, что все эти народы имели свои богов, свои места поклонения. Поэтому чужеземные жены Соломона могли легко совратить его сердце, удалить его от Господа Бога. В наше время мы часто тоже встречаем различного рода браки между представителями разных народов. Люди мудрые, которые прожили долгую жизнь, часто, шутя, горько шутя, говорят, что у два человека, которые вступают в брак разных человек, это уже, по сути, конфликт. Мы такие разные, мы пытаемся соединить свои жизни. Господь нам помогает это делать. Но представьте себе людей, которые вступают в брак с разной культурой, с разной религией. Часто в такой ситуации человек, связанный узами такого брака, вынужден либо переходить в другую религию, нередко против своей воли. Подобная ситуация происходит в браке неверующего человека и с верующим. Почему мы часто говорим, проповедуем, говорим нашей молодежи, и вы, как родители, у кого есть дети, которые должны выходить замуж или жениться, мы говорим об этом, что это очень сложно. Господь не зря на страницах Нового Завета призывает заключать браки в Господе. То есть, христианские браки, потому что именно тогда супруги будут иметь общность взглядов. Как сложно, как сложно. Кто-то сказал, что настоящая жизнь неверующего и верующего супруга проявляется в первое воскресенье. Потому что в воскресное утро верующая половина собирается идти в собрание святых, а неверующая об этом никогда и не думала. Вот, по сути говоря, и первый настоящий конфликт в браке. Некоторые молодые люди считают, что можно вступить в брак с неверующим человеком, и впоследствии он станет или она станет христианином, или христианкой. Но таких случаев очень мало, очень редко такое бывает. Когда мы смотрим на жизнь Соломона, мы спрашиваем, издаем себе вопрос, а стоит ли из своей жизни делать эксперимент? Стоит ли отдаляться от Господа, от путей Господних? В 10 главе 3 книги Царств повествуется о необычном богатстве Соломона. Он был настолько богат, что написано, что он сделал серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями. Представьте себе, дорогая церковь, настолько много богатства было у Соломона. За деньги Соломон делал то, что Господь запретил ему делать. Покупал к себе коней и все воинские снаряжения из Египта, отдавая Египту все свое богатство Египту, который держал Израиль в рабстве много лет. Мы можем сказать, ну вот сколько можно критиковать Соломона? Было ли что-то положительное в его характере? Вероятнее всего, у Соломона было очень хорошее начало, несмотря на то, что конец его был не самый добрый. И несмотря на все его недостатки, которые проявились в дальнейшем, именно его Бог выбирает для того, чтобы построить себе дом, то есть Иерусалимский храм. Не Давида, а именно Соломона Бог выбрал для этого. Храм многие так и называли храм Соломона не потому, что там поклонялись Соломону, а потому, что храм построил именно Соломон. Соломон не отошел от путей Давида, но продолжал поклоняться Господу Богу. На храм Соломон не пожалел ничего. Мы об этом читаем, он строился из самых дорогих материалов, при самом кропотливом труде самых искусных мастеров. А какова была его мудрость, мудрость Соломона? Однажды Господь явился Соломону во сне и спросил его, что тот желает от Господа Бога. Мы об этом прочитали. Иногда я думаю, а что бы попросил я? Что бы попросили мы, дорогая церковь, явись к нам, Господь, ночью, задав тот же вопрос, чего ты хочешь? Понимаешь, нужды у нас много, переживаний много, с чего начать, что просить? Благословений в семье ли, чтобы дети были верующими? Что бы каждый из нас попросил? Смогли бы мы попросить у Господа Бога нашего самого главного, самого значимого? Вот этот сон Соломона, скорее всего, произошел в его юности, когда он был молод и неопытен в делах управления государством. Соломон не попросил ни чрезмерного богатства, ни здоровья, ни бессмертия, или чего-то другого, чего мы, люди, склонны просить. Он попросил мудрости, даруй же, рабу твоему сердце разумное. К сожалению, мы, люди, многие вещи считаем ценными, хотя они в глазах Бога совершенно неценны. Нематериальные богатства. Богатых людей в мире меньшинство, а вот бедных большинство. И поэтому для многих деньги, вот или много денег, это предел огромных мечтаний. Но на примере Соломона мы видим, что он просил Бога о самой настоящей духовной ценности, о мудрости. Ведь на самом деле так, дорогие братья и сестры, если мы обладаем мудростью, то все в жизни может стать на свои места довольно быстро. Мудрый человек имеет отношение с Богом, потому что начало мудрости – это страх Господень. Мудрый человек, вместо того, чтобы ничем не заниматься, он вкладывает свою жизнь в знания, потому что сердце мудрого ищет знания. Мудрый человек умеет управлять своей жизнью, своим временем, своим поведением. Но в том-то и секрет, что мудрость эту можно получить только у Господа Бога. Бог – источник всего. Новый Завет говорит о том, что у кого мудрости не достает, должен искать ее нигде-либо, но именно у Бога. Бог – творец всего, и если это так, только Он по-настоящему определяет ценность вещей. Вот каждый христианин и молодой, пожилой должен просить у Господа мудрости. Должен просить мудрости. Перед каждым из нас, каждый день, вы знаете, дорогая церковь, столько решений, сколько вопросов, порой они не такие легкие, многие решения трудно принимать, потому что риск ошибиться очень велик. Именно поэтому мы говорим, что Бог нам всегда во всех делах скорый помощник. В нашей культуре принято считать, в нашей славянской культуре принято считать, что мудрость ассоциируется с седыми волосами. Но всегда ли это так? Да, люди с седыми волосами прожили больше и больше видели, но все ли сделали они из того, что они увидели в своей жизни? Можно ли назвать мудрым пожилого человека, который много лет прожил, но Господа не знает? А ведь, согласно Библии, именно Бог является источником мудрости. Если человек не имеет никаких отношений с Богом, можно ли его назвать мудрецом? Если человек при жизни в своей совести отходит и Бога сознательно, поступая неверно, можно ли его назвать мудрецом? Однажды я был свидетелем разговора одного ребенка из христианской семьи с пожилым человеком. Это происходило во дворе нашего дома, еще когда мы жили в Молдавии. Ребенок вышел из дому, чтобы поиграть во дворе, сел в песочницу, и рядом с ним сидел человек седовласый, пожилого возраста. Он курил сигарету. И мальчик вот обратился к нему и сказал, вот, а почему вы курите? Папа и мама говорят, что это плохо. Мужчина ответил, ничего твои папа и мама не знают. Смотри, какой старый, всю жизнь курю и до сих пор живой. Я знаю больше твоих родителей о жизни. Большой ли мудрости научил пожилой человек с сединами ребенка? Когда в наше время много людей умирают от рака легких, от онкологических заболеваний и так далее. Оказывается, дорогая церковь, оказывается, не седина, а самый указатель мудрости, но знание Бога. Молодой христианин, который следует уставам Христа, мудрее неверующего, хотя и седоласого человека. Как это важно помнить, потому что этот молодой человек выбрал правильное направление в жизни. Когда мы видим нашу молодежь в нашей церкви, которая участвует практически в каждом отделе служения нашей церкви, мы радуемся, потому что эти молодые люди выбирают следование за Иисусом Христом. Человек, знающий Бога, знает, где спрашивать совета и где искать мудрости, несмотря на то, пожилой ли он или молодой. Соломон был мудрым человеком. Очень хорошо помним случай, когда он рассудил двух женщин, у которых ребенок умер. Одно и умер ребенок, другая подменила его. Он очень быстро разобрался, кто настоящая мать, мать младенца, а кто нет. Тогда не было теста на ДНК, невозможно было по-другому разобраться. Как бы мы рассудили, кстати, дорогая церковь, будь мы на месте Соломона? Сложно. Сложный вопрос. Перед нами, казалось бы, довольно сложная проблема к Богу, и только к Богу нужно обращаться за мудростью и ответом. Те, кто видел, как проходил суд Соломона, не могли не поражаться его мудрости. Его мудрость была от Господа Бога. Вы знаете, пока человек поддерживает тесные отношения со Христом, пока у нас есть таблизы со Христом, мы продолжаем слышать его голос, голос Христа. И Бог тогда дает нам мудрость, Бог поддерживает нас. Но когда мы решаемся отойти от Господа Бога, то за последствия ручаться не приходится. В заключении вот, что хочется сказать, дорогая церковь, мы будем молиться. Жизнь Соломона, жизнь многих библейских героев показывает, что если человек просит Бога о мудрости, то он получает ее. Бог отвечает на молитву. Бог слышит наши молитвы. Он дает нам мудрости. Такого человека Господь использует в осуществлении своих планов. Такого человека Бог благословляет в обильной мере. Легкой ли жизнью такого человека, нет. Бывают ли падения? Безусловно. Но такой человек бежит всегда к источнику мудрости Господу Бога. Но как только в нашей жизни мы отходим от Бога и отдаем приоритет чему-то или кому-то другому, другим ценностям, другим Богам, идем на компромисс с библейскими заповедями, то нас нас ждет неудача. Failure по-английски неудача. Давайте будем ценить Господа больше всего, искать мудрости у Него во всех обстоятельствах жизни. В это воскресенье, как одна община, как одна церковь, мы будем искать мудрости у Господа Бога. У нас будет время для поста и молитвы. Будем искать мудрости, просить, чтобы Бог дал нам сил, мудрости в наших отношениях в семьях, друг с другом и в отношениях с Ним. И Бог обязательно пошлет ее, эту мудрость, потому что Он дал эту мудрость Соломону. Господь не забудет о нас. Господу за все добудет слава. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Спаситель, мы приходим к Тебе, Господь, нашему великому, премудрому Богу, и желание наших сердец сегодня, это именно мудрость от Тебя, Господь. Как часто в нашей жизни мы замечаем, Господь, что нам не хватает этой мудрости, часто мы принимаем решения необдуманно, Господь, надеясь на свои силы, на свое человеческое понимание, на свой опыт, возможно, жизни, Господь. Прости нас. Мы хотим во всех наших путях искать Твои воли, искать Твои мудрости, Господь. Хотим чтить Тебя, Господь. Мы любим Тебя, наш Отец Небесный, и сегодня, в этот вечер, мы вспоминаем, буквально подсчитываем благословения, которые Ты нам даешь. Их так много, Господь. Как нам не благодарить, прежде всего, за духовные благословения? В Тебе, Господь, мы находим прощение грехов. В Тебе мы находим этого любящего Отца, который всегда принимает и слышит, Господь. В Тебе мы находим прекрасную надежду и уверенность на вечность, где уже нас больше не будет беспокоить грех, болезни и разочарования. Мы Тебя благодарим, Господь, за наши земные благословения, за возможность жить в этой стране, когда во всем мире так неспокойно, Господь. Но помоги, Господь, во всей этой сытости жизни здесь, не забывать про Тебя. Помоги нам, чтобы наше сердце, Господь, не огрубело к Твому голосу. Помоги нам на самом деле жить практической христианской жизнью, каждый день стремиться проводить время с Тобой, молиться, читать Библию и бежать, бежать в Твой дом, в Дом Божий. Мы все это просим во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Давайте мы заключим.